Субтитры делал DimaTorzok 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 Представляете Какая ответственность, такоеотве MarieTorzok Вы вспоминали Юрия Алексеевича, когда высаживал теплицу абрикосовой росточки на укоренение. Это тема, которая мне вообще не доступна. Это было, что условно, фиксация ваших гибридных форм. То есть с помощью укоренения можно железовские формы зафиксировать. И дальше вы пишете знак вопроса, либо это только начало процесса, может, я в сторону ушел. Я до сих пор считаю, что это практически невозможно. Что вы скажете про укоренение? У вас было что-то, кроме вот этого письма? Реального. Нет, я тоже, как бы, как и Алексеевич, надеялся в этом году что-нибудь взять на укоренение и попробовать. Я знаю, что абрикос плохо поддается укоренению. Алексеевич об этом тоже много рассказывал на своем еще канале. Просто в этом году я хочу этим все-таки попробовать попытаться. Ладно, за вами ответный вопрос. Ладно. Так, дальше вы пишете. Метод пианиста тоже работает, без плебеев. Но... Ну, моносад. Вы пишете, пошел этим путем. Ну что, без плебеев? Ну, это моносад. Ну, это моносад. У пианиста моносад. Ну, как бы там ни было. У него, вернее, там пять сортов. И сколько бы лет они не жили, но это все равно моносад. Ну, в общем, да. Ну, у него климат самый идеальный, я считаю, для этого. Ну, с этим тоже согласен. Ну, ладно. Смотрите, что было дальше. Я листаю дальше. Вы показали нож. Дело в чем. Сейчас я благодаря вам сделаю объявление предварительно. Вы уж извините, но мы широко смотрим. Итак, вы писали фотографию. Во-первых, нож кривой такой. Вот. Он очень неплох. И я получил письмо, а там была фотография рекламного ножа этого. Вот этот, который слегка... Понял. Серпообразный. Неплох, вы скажите свое мнение. Человеку я ответил, неплох, но не идеал. А вы как считаете? Ну, смотрите. Я по специальности как бы столер-плотник. Для меня вот резцы это самое главное. Ну, опять же, это все и с садоводством связано. Этот нож мне привезли с Германии. Стоит 70 евро. Мне его привезли за 70 евро. Нож ни о чем. Я как бы вам об этом и сказал. То есть, срез не получается идеальным. Не получается или? Срез не получается идеальным. Не получается, да? Да, потому что все... И мне его подарили. Он неплохо... Ну, в общем, не идеальный. Ладно, я знаете, про чем я сказал? Дальше вы приводите, например, нож канцелярский. Он что, лучший? Он на экране. Он далеко... Нет, он далеко... Этот нож далеко не канцелярский. Это нож строительный, улучшенной формы. Он в два раза больше по объему. Но режущая часть, кромка, она настолько вот как бы закаленная. Сталь отличная вообще. Она еще и там вороненная. И срезы просто вообще... Ну, вот по мне, так это вот... Если нет ничего под рукой профессионального для новичков... Вот мы с ребятами, с казахстанцами... То есть, все одобрили, поняли. Будут все пробовать, если найдут в магазинах. Так, короче, рекомендуете. А вы доводили дома или он сразу хорош? Он сразу хорош. Это в коробке отдельно нож продается. Или в коробке это лезвие отдельно, пять штук сменных. И сам ножик. То есть, а по цене, по нашему... Я не видел его в продаже никогда. Может быть, я бы заинтересовался, но не видел ни разу. Ну, это в строительных магазинах искать надо. А, ну, понятно. Теперь небольшое объявление. Есть у меня друг земляк с Украины. Но он уже сибиряк. Такой уже закоренелый. Сараватский Олег его зовут. Вот. Я не знал, что у него есть одно достоинство. Он вообще мастер по самодельным ножам. И у него... Он есть в интернете. Это он мне рассказывал сегодня. Звонил. И он делает ножи охотничьи. И вдруг он увидел... Знаете, что я недавно дважды упоминал про эти ножи? В отчаянии. Люди спрашивают у меня, а где я их возьму? И посоветовать не могу толком. Учитывая бесконечную броню, двустороннюю заточку. Хотя пишет нож для прививки. Вот. И вот получилось так, что он посмотрел, проникся. И тут же сделал нож специальный. А он еще и садовод. Сделал специальный самодельный нож на продажу. Пока один. Он мне его прислал в виде фотографии. Я еще не открывал. Вот. Но это будет тема уже, наверное, для... Открою потом. Для этого. Для вебинара. Но дело в том, что он считает, что это идеальный нож. Так. Он предлагает его на продажу. Он спросил меня, за сколько бы я посоветовал его продать. Ну, я долго не думал. Я сказал, что учитывая дефицит дикий. И то, что народ у нас не самый богатый. Но если я его испытаю и дам добро, то он будет стоить, например, тысячи две-две с половиной. Вот. Значит. Вы тоже имеете в виду. У вас как бы свой круг теперь. Вы теперь как бы в центре внимания наших казахстанцев. Наших садоводов. Поэтому вы тоже имеете в виду, что думаете, чем помочь людям. Как помочь людям. Далее. Значит. Он мне завтра этот нож передаст. Он в деревне живет. Довольно не близко. Передаст мне этот нож. Или привезет. Я его посмотрю. Пощупаю. Порежу. И выставлю на продажу от его имени. Так. И посмотрим, что банярка. Ну, вот этот фильм посмотрит. Ну, я думаю, что с тысячи человек посмотрит. Значит. Кто-то первый скажет. Да, я. Ну, значит, этот нож его. Учитывая, если я скажу, да, он толстой. Вот этот момент. И теперь идем дальше. Потому что вообще никак до персиков не доберемся. Вот. Вот первая фотография. Она идет. Нет. Это видео. Я открываю видео. Вы потом все увидите. Внимание. Обратите внимание, друзья, на форму кашка. Я вам всем покармываю. Корешок у него почти нет. Доставать, конечно, сейчас нет книжки не буду. Но еще дня. Дни. 5-6 назад. Ну, все. В общем, у него был якобы черный корешок. Но корешок все-таки раз пошел за стоп, значит, живой. Вот этот. Я сокращаю время. Так. Теперь идем ниже. Вот. Теперь идем ниже где-то. Дружище. Все ниже. А где фотографии? Или я проскочил? Так. Ага. Давайте так. Вот. Росток. Проклюнулся. Форма горшка. Расскажите про форму самодельного горшка. Я таких не видел. С двумя словами. В двух словах. Ну, получается, бутылка обыкновенная, полтора-двухлитровая. А сверху это торфяной горшок, который я максимально на тот момент мог найти в магазинах природных этих природных для цветоводства и всего остального. То есть, я дно полностью вырезал. Дно вырезал для чего? Чтобы корень шел идеально ровно, без всяких завитушек. Вот в этом-то вся и была загвоздка. И горшочек я поставил сверху, чтобы удобно было потом вытащить при пересадке, чтобы не нарушить основное от косточки, если так образно говорить. Так, понятно. Сейчас я вот все сделаю. Я все стараюсь. У меня двойная запись идет. И снаружи видеокамера. Зато слева не видно ничего. Чужие данные зачем. Вот. И сам компьютер снимает. Мне не терпится все-таки заглянуть и увидеть этот самодельный нож. Фото мне прислали, я еще не открывал. А, нет, это не то. Это не то. Сейчас, сейчас. Где у меня срываетка? Вроде бы обещал. О! Вот это, тут слово нож встретил. А, нет. Это тот самый случай, когда о нажатии заговорили. Вы его сказали не подарок. Вот он сейчас на экране. Ну, мой не так уж и плохо такой же точно. Но я его точил, точил, точил. Хотя надвигалом затося на две стороны. Но я его точил, точил. Он неплохо прививает. Для многих и этого рада были бы. Ну, а теперь еще нож. Вот он. С этим согласен. Вот он, вот он. Итак, наш Олег Сарватка. Вот, пока что-то мутно все начинает открывать. Вот он. Учитывая, что самодельно выглядит вообще шикарно. Шикарно, шикарно. Внимание. Вот. Хоть и ручка самодельно. Не, но это профиль. А, еще и с этим. О! Ну, еще и у него ножны, чехол. Размер указан. Ну-ка, еще одну фотографию. Вот. А. Ну, эта фотография, это уже в чехле. Короче, давайте так. Посмотрим, получится какой спрос. Вот. А пока я называю первую цену, какая мне пришла в голову. Потому что Сарватка сказал, ну, получится продавать. Продавайте. Вот. Я буду продавать от его имени. А прежде всего, завтра я его подержу в руках. У меня руки зачитались? Посмотрите, как отполировано. Ой, красотища. Эх. Слушай, это. Иван, по-моему, ты не видишь, да? А то это только твой голос. Ну, да. Уже потом видел, посмотрю. Ладно. Так, теперь. Получилось удачно. Ну, почему я не вижу четыре фотографии персика? Это твое было или не твое? Почему у меня сейчас его нету здесь? Было такое вот. Прислал буквально сегодня. Четыре фотографии? Да. Где персик в горшках. Нет. Это просто я вам видео прислал. А может быть выше? Значит, это не ты. То есть такой же случай. И удачный случай. Про разговор про корешок. Как ложить на бок. Про это с тобой говорили? Да. Давай подробнее. Рассказывай. Ну, вот у меня с нашими казахстанцами, с кем общаюсь, с помощью вас. Спасибо большое. Поимел очень много друзей, девчонок, мальчишек. Ну, мы уже тоже все за 50 и под 50. Молодых слишком нет. То есть у нас у всех как бы была проблема такая. Как, почему и зачем углублять. Оказалось, что все, да, насмотревшись YouTube, интернета, все садят на 2, на 4, на 6 сантиметров глубоко семечки, косточки. И вот всем ребятам говорю, что надо ложить просто на бочок, как бы там ни было. В земле это будете вы делать на огороде, либо еще дома, как вот у меня с персиками в этом же случае. То есть получается как, если с дерева плот упал на землю, лег на бок, и вот он произрастает. Никто его не присыпает, никто это не подходит. И поэтому происходит, что семидоли остаются наверху. Семидоли это то же самое, если, как говорится, применять к человеческому образу. Это как грудное молоко от мамы. Если семидоли остались наверху, это будет полноценный росток. Если они остались под землей, то растение просто погибнет, не выживет. Прорастет какое-то время там, ну может быть год проживет. В остальном это уже все практически мерзвес, так скажем. Ребят понимать стали и, Вань, спасибо, начали что-то понимать. Вроде по ботанике проходили, почему в голову не пришло. Вот в таком плане. Ботаника не для этого сделано. Там много информации, которую нахрен не надо. А самого главного нету. Согласен. Я посмотрел тогда, ага, у меня в ужас пришел. Вот. Три ответа, первый ответ. Нужно ли влага для болезни. Для, 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 для этого самого, для косточки. Но это вообще уже дальше некуда. Ладно, не будем издеваться. Надо просто исправлять положение. Чем больше мы будем об этом говорить, тем скорее вернуться в драму смыслу. Это наша, это, школьная наука, университетская наука. Так, ну еще скажу. Да, на бочок нас слегка присыпаем, чтобы, это, потому что не засыпанный, может он. У меня был случай ассоциированный. Я их разложил на это, на ночь я высыпал из банки. Что случилось, я не знаю. Остались на столе, на кухонном штук семьдесят, сто. Просто лежали. Утром я посмотрел, мать честная, двадцать, тридцать раскрылись. Я их, конечно, по горшкам. Проходят тогда, думаю, что дальше будет. А они в сухом столе лежат. Еще половина раскрылась. Но это когда последний момент. А если момент еще не наступил. Ему может поразить, все равно есть какой-то срок. Причем у каждого семечка он индивидуальный. Свои личные. У одного сорок дней, у другого сорок дней. У третьего семь дней. Что делать? Да, в горшок, или уже в землю, или уже в саду. Положил на бочок, на бочок, на любой. И немножко присыпал символически. Чтобы все медали потом вылезло. Остались под землей. Прощайте с абрикосами. То есть еще со многими. Так. Да, да, да. Заканчивать будем. Я также, ребята, мы говорю, песок, который остается из контейнера, из баночки или во что храните. Этим же песком положили косточку. И присыпьте, бугорочек сделайте. Чтобы потом либо дождями, либо аллейкой поливать будете. Со временем это просто все разбоится, разбоится. А семидоли останутся наверху. Да, и все-таки существует такая тонкая грань. Чуть-чуть много влаги, раз он присыпанный. Сгниет, чуть-чуть не хватает влаги. Просто проспит лишний год. Вот, все-таки это. Есть такое. Сроки надо выдержать, вот, сертификации. И присыпать. Но вот еще какое-то чутье должно быть. Как человеку скажешь, много или мало? Как? Да. У одного засуха в саду, поливай, не поливай, он через два часа суха. А у другого дожди идут. Смотришь, сгнило. Или через один сгнило. Ну, что, давайте заканчивать разговор. Про ножи главное поговорили. А то мне труднее всех, Иван. Потому что мне вот цепили с горла. Вот как нож? И все. Сейчас железо ответит, у человека будет нож. И вот надо тебе, сыроватка нашелся. А нож-то хороший. Ну, хорошо. Я тоже самоделкин. Я потом вам тоже скину фото. Может быть, короткое видео. Я тоже сделаю нож. Я его сделаю на две стороны. Не складной. Получается, он будет как типа кортика. В правую. Ну, он не складной будет. А будет, можно средств на себя и от себя делать. Он хоть для левши, хоть для правши. И можно и оттуда, и оттуда будут им работать. Но это уже отдельная история. Я вам потом сделаю, покажу фото или видео. Ладно. Лишних даже не бывает. Их вообще надо... Вот смотрите, отечественных ножей больше нет. В магазинах исчезли. Они были хороши. Ровненькие. Достаточно тонкое лезвие. Но лезвие настолько мягкое, что 10-20 прививок для профессионалов это ужас. И он уже тупой. И еще умудряется, а я всегда удивлялся. Ну, были еще и ножи, сами помните. Еще которые вот в кинофильме держат в руках Мичурин. Такой вообще кривой-кривой, как сабля. Но дело в том, что у них один недостаток, главный, был такой, что... Еще магазин выпускает совершенно тупой. Начинаешь его точить, точить. Мне приходилось точить часа по два. И даже жестко, твердый оставь, и нож хорош. И все равно точить так. Все, давайте заканчивать. Иван, значит, передавайте привет всем нашим казахстанцам. Вот. Все, кто нас видит, слышит. У вас теперь свой канал, должен быть связи со всеми. Так, и люди слышали, что вы умеете ножи делать. Делайте, потому что импорт и нож... Вы это вместе сказали про 70 долларов, да? Да, 70 долларов. А он еще и не годный. Плохой. Вообще. 70 умножаем на 80. Ну, в общем, около 6 тысяч получается. Да? Ну, на вашу, да. Вот на этом мы закончим. На этом давайте. До свидания. Благодарю за то, что вы помогли мне сделать этот фильм. Любая информация, она очень нужна. Потому что альтернатива этому, это такая жуть. Знаете, я еще два слова. Значит, мой брат, Железов, Юрий Владимирович. Так, Железов подчеркиваю. Вот. Он, значит, взял и начал пытать человека, который крупнейший питомник. Крупнейший. И он начал пытать, на что прививают абрикосы. И где у них сад, где растут абрикосы. Потому что нужно же сад иметь, чтобы косточки выросли. Да? И вот как она выкручивается, как она выкручивается, чтобы не сказать, что нет никакого сада. Это надо, это самое. И вот я сейчас в дурацком положении. Есть причина моральная, этическая, для меня лично. И для этого питомника, по которой я не могу даже назвать его. Так бывает в жизни. Понимаете? Так бывает. Но общее понятие, друзья, вы меня все слышите? Еще раз, пожалуйста, умоляю. Всегда спросите, позвоните. Ведь они специально ждут вашего звонка на связи. Только цель одна. Другая цель. Навешать лапши. Ну, где матыши сад? Пришлите фотографию. Вот. На что абрикосы привиты? А то получается, что это. А она сидит и не знает, что ответить. Это такое искусство, не сказать ничего. Вот. Это точно. Вот этот момент. Я уже 20 лет так говорю. Пожалуйста, ну спрашивайте, спрашивайте, где сад? И нет ответа. А большинство и мыслей хотят спросить. А фотографии все те же красивые. Ну, все, на этом мы закончили разговор. Меня и так ругают за негатив. А что я должен делать? Ну, понятно. Всего хорошего, удачи вам. До свидания. До свидания, брат. Все, друзья. На этом наше общение закончилось. Заметили, сколько он, брат, это самое. Сколько он купил косточек. Во. Чего и вам желаю. Еще не поздно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok